Привет всем! Ну что, продолжаем готовиться к Новому году? В одном американском фильме я увидела на рождественской елке прикольные игрушки эскимо. Решила сделать нечто похожее для вас. Перейдем в мастер-классу. Отрезок белой ткани размером 21 на 8 сантиметров складываем пополам и сшиваем по краю, оставив небольшое отверстие посередине снизу. Ну вот, сшили заготовку, теперь выворачиваем ее на лицевую сторону. Набиваем эту деталь синтепоном совсем немного. Если синтепона у вас нет, эскимо можно наполнить смятыми тонкими полосочками газеты или бумаги. Заполнили эскимо и пока откладываем его в сторону. Из картона вырезаем палочку для эскимо. Для большей плотности лучше склеить две такие картонные палочки. В идеале, конечно, использовать деревянную чистую палочку от эскимо. Наносим клей на палочку сверху с двух сторон и вставляем ее в эскимо, вот так. Прижимаем пальцами, ждем фиксации деталей. И заклеиваем тут. Пришиваем или приклеиваем бусинки глазки. Еще можно использовать пуговицы или фетр. Из красного или оранжевого малюсенького кусочка ткани делаем трубочку носик и клеим его к мороженому. При необходимости отрезаем лишнюю длину носика. Теперь сделаем шапочку из треугольного отрезка ткани. Сначала подвернем и подошьем нижний край, а потом сложим треугольник пополам и сошьем его сбоку по всей длине. Выворачиваем шапочку на лицевую сторону. Из круглого маленького отрезка белой ткани сделаем бубон. Просто собираем круг на нитку по краям, набиваем синтепоном или ватой и стягиваем нитку в шарик. Пришиваем бубон к шапочке. Теперь обклеиваем нижний край шапочки пушистой тканью или фетром, либо ватой. Клею ленту у основания палочки и помещаю сверху маленький бантик. Осталось приклеить шапочку на уголочек мороженого, вот так. Еще я добавила сюда снежинку, но это не обязательно. Все, эскимо на елочку готово. Хорошего вам настроения, благодарю за просмотр и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!